Итак, дорогие друзья, я благодарю вас, я вижу, что я не одна, я очень рада, что есть слушатели у сказок Александра Сергеевича Пушкина, и сегодня мы с вами вместе продолжаем читать прекрасную поэму Руслан и Людмила. Песня вторая. Старайтесь не смешить народа нескромным шумом ваших стор, бронитесь только осторожно, но вы, соперники в любви, живите дружно, если можно, поверьте мне, друзья мои, кому судьбою непременно и девичье сердце суждено, тот будет мил на зло вселенной, сердится глупо и грешно. Когда Рогдай неукрасимый, глухим предчувствием томимый, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубоку думу погруженный, Злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу, и, видясь пасмурно и шептал, убью, преграды все разрушу. Руслан, узнаешь ты меня, теперь-то девица поплачет. И, вдруг, поворотив коня, во весь опор назад он скачет. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных ручейка, наедине для подкрепления сил душевных, обедал в мирной тишине. Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне, и, времени не тратя боли, Фарлав, покинув свой обед, копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без наглядки летит, а тот за ним во след. Остановись, беглец бесчестный, кричит Фарлав, он неизвестный, презренный, дай себя догнать, дай голову с тебя сорвать. Фарлав, узнавший глаз Рогдая, от страха скорчась, адмирал и верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Так точно заяц торопливый, прижавши уши боязливо, по кочкам полем сквозь леса, скачками мчится ото пса. На месте славного побега весной растопленного снега потоки мутные текли и рыли влажную грудь земли. К Орву примчался конь ретивый, взмахнул хвостом и белой гривой бразды стальные закусил и через ров перескочил. Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров, земли не взвидел с небесами, и смерть принять уж был готов. Рогдай к оврагу подлетает, жестокий меч уж занесен, погибнет рус, умри, вещает. Вдруг узнает Фарлафа он, глядит, и руки опустились. Досада, изумление, гнев в его чертах изобразились, скрипя зубами, онемев. Герой с поникшую головою, скорее отъехав от Орва, бесился, но едва-едва сам не смеялся над собой. Тогда он встретил под горой старушечку чуть-чуть живую, горбатую, совсем седую. Она дорожную клюпой ему на север указала. «Ты там найдешь его», — сказала. Рогдай весельем закипел и к верной смерти полетел. А наш Фарлаф во рву остался, дохнуть не смея про себя. Он лежа думал, жив ли я, куда соперник злой девался. Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой. «Встань, молодец!» Все тихо в поле, ты никого не встретишь в боли. Я привела тебе коня, вставай, послушайся меня. Смущенный витязь по неволе ползком оставил грязный ров. Окрестность, пробка оздирая, вздохнул и молвил, оживая. «Ну, слава Богу, я здоров!» «Поверь», — старуха продолжала. «Людмилу мудрено сыскать. Она далеко забежала. Не нам с тобой ее достать. Опасно разъезжать по свету. Ты права, будешь сам не рад. Последуй моему совету. Ступай тихонько назад. Под Киевом, в уединение, в своем наследственном селении. Останься лучше без забот. От нас, Людмила, не уйдет». Сказав, исчезла. В нетерпение благоразумный наш герой тот час отправился домой, Сердечно позабыв о славе и даже о княжне молодой. И шум малейший по дубраве, полет синицы, ропот вод, Его бросали в жар и в пот. Меж тем Руслан далеко мчится, В глуши лесов, в глуши полей. Привычной, думаю, стремится к Людмиле радости своей. И говорит, найду ли друга? Где ты, души моей супруга, Увижу ли я твой светлый взор? Услышу ли нежный разговор? Или суждено, что к чародея Ты вечной пленницей была И скоробной девою старея В темнице мрачной отцвела? Или соперник дерзновенный Придет? Нет, нет. Мой друг бесценный, Еще при мне мой верный меч, Еще глава не спала с плеч. Однажды темную порою По камням берегом крутым Наш Витязь ехал над рекою, Все утихало, вдруг за ним Стрелы мгновенное жужжание, Кольчуги звон, и крик, и ржанье, И топот по полю глухой. Стой! Грянул голос громовой, Он оглянулся. В чистом, в поле чистом, Подняв копье, Летит со свистом Свирепый всадник, И грозой помчался Князь ему навстречу. Ага, догнал тебя! Постой! Кричит наездник удалой. Готовься, друг, На смертную сечу. Теперь ложись Средь здешних мест, А там ищи своих невест. Руслан вспылал, Сдрогнул от гнева. Он узнает Сей буйный глаз. Друзья мои, А наша дева, Оставим Витя здесь на час. О них опять я вспомню вскоре, А то давно пора бы мне подумать О молодой княжне И об ужасном Черноморье. Моей причудливой мечты, На перстник иногда нескромный, Я рассказал, Как ночью темные Людмилы нежной красоты От воспаленного Руслана Сокрылись вдруг Среди тумана. Несчастная, Когда злодей Рукою мощную Своей тебя сорвав С постели брачной, Взвелся, Как вихрь, К облакам Сквозь тяжкий дым И воздух мрачный. И вдруг умчал К своим горам Ты чувств И памяти лишилась. И в страшном замке Колдуна Безмолвно, Трепетно, Бледна В одно мгновенье Очутилась. С порога хижины Моей Так видел я Средь летних дней, Когда за курицей Трусливый Султан Курятника Спесивый Петух Мой Подвор Убежал И Сладострастными Крылами Уже Подругу Обнимал. Над ними Хитрыми Кругами Цыплят Селенья Старый Вор, Прияв Губительные Меры, Носился, Плавал Коршун Серый И Пал, Как молния На двор Взвелся, Летит В когтях Ужасных, Во тьму Расселин Безопасных, Уносит Бедную Злодей Напрасно Горестью Своей И Хладным Страхом Пораженный Зовет Любовницу Петух. Он Видит Лишь Летучий Пух Летучим Ветром Занесенный. До утра Юная Княжна Лежала Тягостным Забвением Как будто Страшным Сновидением Объят Наконец Она Очнулась Пламенным Волнением И смутным Ужасом Полна. Душую Летит За наслаждением, Кого-то Ищет С упоением, Где ж Милый Шепчет, Где Супруг Зовет И Помертвела Вдруг, Глядит С боязнью Вокруг. Людмила, Где Твоя Светлица? Лежит Несчастная Девица Среди Подушек Пуховых, Под гордой Сенью Булдахина, Завесты Пышная Перина В кистях В узорах Дорогих, Повсюду Ткани Порчевые Играют Яхонты Как Жар Кругом Курильницы Золотые Подъемлют Ароматный Пар Довольно Благо Мне не надо Описывать Волшебный Дом Уже Давно Фихерезада Меня Предупредила В том, Что Светлый Терем Не от Рада Когда Не видим Друга В нем Три Девы Красоты Чудесные В одежде Легкой И прелестной Княжней Явились Подошли И поклонились До земли Тогда Неслышными Шагами Одна Поближе Подошла К нежне Воздушными Перстами Золотую Косу Заплела С искусством В наши Дни Миновым И обвела Венцом Перловым Окружность Бледного Чела За нею Скромно Взор Склоняя Потом Приближилась Другая Лазурный Пышный Сарафан Одел Людмилы Стройный Стан Покрылись Кудри Золотые Грудь И плечи Молодые Фатой Прозрачный Как туман Покров Завистливый Лобдает Красы Достойные Небес И обувь Легкая Сжимает Две Ножки Чудо Из чудес Княжне Последняя Девица Жемчужный Пояс Подает Меж тем Незримая Певица Веселой Песней Поет Увы Ни Ни Камня Жеревья Ни Сарафан Ни Перлов Ряд Ни Песни Лести И Веселья Ее Души Не Веселя Напрасно Зеркало Рисует Ее Красы Ее Наряд Потопя Неподвижный Взгляд Она Молчит Она Тоскует Те Кои Правду Возлюбя На темном Сердце Дне Читали Конечно Знают Про себя Что Если Женщины В печали Сквозь Слез Украдкой Как-нибудь На зло Привычки Рассудку Забудет Зеркало Взглянуть То Грустно Ей уж Не на шутку Но вот Людмила Вновь Одна Не Зная Что Начать Она К окну Решет Что Подходит И Взор Ее Печально Бродит В пространстве Пасмурной Дали Все Мертво Снежные Равнины Коврами Яркими Легли Стоят Угрюмых Гор Вершины В однообразной Белизне И Дремлют В вечной Тишине Кругом Не видно Тынной Кровли Не видно Путника Дверь Она С музыкой Отворилась И Наша Дева Очутилась В саду Пленительный Предел Прекраснее Садов Армиды И тех Которыми Владел Царь Соломон Или Князь Тавриды Прекраснее Прекраснее Тавриды Прекраснее 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 Под ними блещут истуканы, и мнится живы. Федий сам, питомец Феба и паллады, Любуюсь имя, наконец, свой очарованный резец Из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, Жемчужной огненной дугой Валятся, плещут водопады. И ручейки в тени лесной Чуть вьются сонной волной. Приют покои и прохлады, Сквозь вечную зелень здесь и там Велькают светлые беседки, Повсюду розживые ветки цветут И дышат по тропам. Но безутешная Людмила Идет, идет и не глядит. Волшебство роскошь ей постыла, Ей грустен негий светлый вид. Куда, сама не зная, бродит, Волшебный сад кругом обходит, Свободу горьким дав слезам И взоры мрачные Возводит к неутомимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный, Кустам она прижала перст, Казалось, умысел ужасный Рождался. Страшный путь отверст. Высокий мостик над потоком Пред ней висит на двух скалах. В уныне тяжком и глубоком Она подходит. И в слезах на воды шумное взглянула, Ударила, рыдая в грудь, В волнах решилась утонуть. Однако в воду не прыгнула И далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила По солнцу, бегая с утра, устала, Слезы осушила, В душе подумала, Пора, на травку села, Оглянулась, И вдруг над нею сень шатра, Шумя с прохладой, Развернулась, Обед роскошный перед ней, Прибор из яркого кристалла, И в тишине, и за ветвей, Незримо марфа заиграла. Девица пленная княжна, Но втайне думает она. Вдали от милого, в неволе, Зачем мне жить на свете боли? О ты, чья гибельная страсть Меня терзает и лелеет, Мне не страшна злодея власть, Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, Ни скучных песен, ни перов, Не стану есть, не буду слушать, Умру среди твоих садов, Подумала и стала кушать. Княжна встает, и вмиг шатер, И пышные роскоши приборы, Звуки арфы, все пропало, По-прежнему все тихо стало, Людмила вновь одна в садах, Скитается из рощи в рощи, Меж тем в лазурных небесах Плывет луна, царица ночи. Находит он глаз со всех сторон, И тихо на холмах почила, Княжну невольно клонит сон, И вдруг неведомая сила, Нежнее, чем вешний ветерок, Ее на воздух поднимает, Несет по воздуху в чертог, И осторожно опускает, Пусть фемиан вечерних роз, На ложе грусти, Ложе слез. Три девы вмиг опять явились, И вкруг нее засуетились, Чтоб на ночь вышли снять убор. Но их унылый смутный взор И принужденное молчание Являли втайне сострадание И немощный судьбам упор. Но поспешим, Рукой их нежной, Раздета сонная княжна, Прелестно прелестью небрежной, В одной сорочке была снежной, Ложится почивать она. Со вздохом девы поклонились, Скорей как можно удалились И тихо притворили дверь. Что ж наша пленница теперь Дрожит, как лесть, Вдохнуть не смеет, Хладеют перси, взор темнеет, Мгновенный сон от глаз бежит, Не спит, удвоила внимание, Недвижно в темноту глядит, Все мрачно, мертвое молчание, Лишь сердце слышит препятание И мится, шепчет тишина. Идут, идут к ее постели, В подушке прячется княжна, И вдруг о страх, И в самом деле раздался шум, Взорена, Мгновенным блеском тьма ночная, Мгновенно дверь отворена, Безмолвно, Гордо выступая, Ногими саблями сверкая, А рапа в длинный ряд идет, Попарно, Чинно, сколь возможно, И на подушках осторожно, Седую бороду несет, И входит с важностью за нею, Подъяв величественно шею, Горбатый карлик из дверей, Его-то голове обритый, Высоким колпаком покрытый, Принадлежала борода. Уж он приближился, Тогда княжна с постели соскочила, Седого к карлу за колпак, Рукою быстро ухватила, Дрожащий занесла кулак И в страхе завизжала так, Что всех арапов оглушила. При пещи скорчился бедняк, Княжны испуганные бреднее, Зажавшие уши, Поскорее хотел бежать, Но в бороде запутался, Упал и бьется, Встает, упал, В такой беде, А рапа в черный рой метется, Шумят, толкаются, бегут, Хватают колдуна в охапку, И вон распутывать несут, Оставил у Людмилы шапку. Но что ты, добрый витязь наш, Не помните в нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, Рисуй орловский ночь и сечу. При свете трепетном луны Сразились витязи жестоко, Сердца их гневом стеснены, Уж копья брошены далеко, Уже мечты раздроблены, Кольчуги кровью покрыты, Щиты трещат, В куски разбиты. Они схватились на конях, Взрывая к небу черный прах, Под ними борзы кони бьются, Борцы недвижно сплетены, Друг друга стиснув остаются, Как бы к седлу пригвождены. Их члены злобой сведены, Переплелись и костенеют, По жилам быстрый огонь бежит, На вражьей груди грудь дрожит, И вот колеблются, Слабеют кому-то пасть. Вдруг витязь мой, Вскипев железной рукой, Седла наездника срывает, Поднемлет, Держит над собой, И волны с берега бросает, По гибни грозно восклицает, Умри, завистник злобный мой. Ты догадался, мой читатель, С кем бился доблестный Руслан, То был кровавых битв искатель, Рогдаль, надежда киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль Днепровских берегов Искал соперника следов, Нашел, настиг, Но прежняя сила питомцу битвы Изменила. И Руси древний удалец Пустыни свой нашел конец. И слышно было, Что Рогдая, Тех вот русалка молодая, На хладный перси приняла, И жадно витязи лапзая На дно со смехом увлекла. И долго после, Ночью темной, Бродя близ тихих берегов, Богатыря призрак огромный, Пугал пустынных рыбаков. Ну, вот и закончилась Песня вторая, Замечательные ранние поэмы Александра Сергеевича Пушкина, Руслан и Людмилы. И ровно через неделю Мы с вами снова встретимся здесь, В прямой трансляции, Для того, чтобы продолжить Чтение сказки на ночь. А сейчас доброй ночи. До встречи.